Всем салют, RedHare тут. Ну что, ребятки, мы с вами продолжаем выживать в замечательной игре под названием DZ. Давайте приступать, приятного просмотра. Сезон седьмой, серия шестая. Ну что, как вы и помните, в предыдущей серии мы закончили на том, что нас доблестные парни везли в лагерь выживших. Пока что ничего не изменилось, мы все еще едем, но мы уже гораздо-гораздо ближе, чем были в начале. Надеюсь, что дальше мы доедем без каких-либо происшествий и, наконец-то, посмотрим, что же тут за лагерь выживших, что там он из себя представляет, что там есть, много ли там людей тусуется. Ну, в общем, поживем, увидим, как говорится. Хера себе там зомбарей. У них своя туса тут. Да, у них прям там движняк такой. Сейчас все на алтарь прибегут. Да. Так, мы вроде как доехали, но я хрен узнаю, где здесь находится лагерь выживших. Ну, как они сказали, на зените, значит, немножко дальше. Ну вот, собственно, приехали. О, круто тут все. Сейчас будем смотреть, что, как тут. Вон появилась надпись, мы в безопасной зоне, отлично. Вон там я уже вижу, кто-то огороды кочегарит. Красота. Кто-то что-то посадил, может, пока... Ой, его засадили. Да, ты смотри, сколько там едища. У-у-у, кайф. Сейчас нажремся. У меня тоже как раз семена есть, красотища. Ну, спасибо вам, мужики. Домчали с ветерком. Да, не за что. Че, я вам должен, че, за проезд? Да, не, начинай. Ухо нет, ухо не могу отдать. Че, это он прилег? Устал. Ну ладно, не будем человеку мешать отдыхать. Ну что, ребятки, я тут исследовал немножко эту территорию. Выглядит все весьма, так, знаете, аутентичненько. Такой, знаете, прям лагерь беженцев. Понастроили себе металлические... Я не знаю, как это... Кунги их назову, пускай будет так. Металлические вот такие вот домики натаскали сюда. Беревен, костры жгут, мебель какую-то не разрушена. Даже он, кровать какая-то есть сломанная. Тут у них, видимо, столовая организована, там медпункт, ну и всякая такая херня. А здесь вот происходит самая такая бартерная зона. Такого вот вида здесь присутствуют на сервере кодовые замки. Его здесь нужно собирать, нужно крафтить. Это интересно. Просто так готовы найти. Ну и самое прикольное, это здесь торговля идет через записки. То есть вот смотрите, приобретают жетоны выживших, патроны, химзу, медицину и прочее, прочее, прочее. Транс, рюня, бочки, марлины, охотничьи рюкзаки, мешковин, шинскара. А также, возможно, а дальше что-то я не вижу, что написано. Плюс тут уже еще всякие записки. Если вам нужно торговть, то пробуйте писать в личку в дискорде. Ваш серверс. То есть в дискорде пишите человеку, который за это занимается, и он уже будет с вами торговать. То есть тут нет такого NPC. Ты не можешь здесь продать абсолютно все, что угодно. Здесь есть человек, с которым ты будешь вести торговлю. Торговлю. Тут благо вон какой-то добрый самаритянин насажал огородов. Я тут немножко наворовал помидорки, но вот вы только никому не говорите. Сейчас нажрусь как следует. Сейчас отосплюсь как следует. Восстановлю свою силу и энергию около костра. Ну и буду думать, куда мне идти дальше. Ну что, мы с вами отоспались, отъелись. И в принципе готовы даже отправляться дальше. Тут у нас попадается какое-то платье. Давайте мы сейчас быстренько порежем на тряпки. Потому что как бы веревка, все дела, может быть нам пригодится. Силок-то мы с вами один в березе наоставили. А лишний вдруг пригодится. Поэтому пока что будем все собирать. Здесь совсем здание. Я, кстати, нашел себе хорошую телогрейку. Вот в этом вот в зените. То есть кое-какие вещи здесь все еще можно найти. И это хорошо. Даже вот такая вот банально теплая куртка. И то мне очень сильно помогла. Я что думаю? Наверное, наверное, я сейчас побегу в сторону Черногорска. Потому что у нас там с вами осталось такие, знаете, незавершенные дела. Плюс у меня там схрон недалеко. Мне нужно его немножечко потеребить, чтобы он не пропал. Вот. Сейчас я здесь, короче, наберу себе фруктов. Если повезет, грибов. Если не повезет, то только ягод. И уже потом, потом буду отправляться в сторону Черногорска. Я здесь, кстати говоря, на этой тропинке смог себе найти каменный нож. Ну, то есть два маленьких камня нашел. И из них уже скрафтил себе каменный нож. К сожалению, что-то на фрукты сегодня мне не везет. Нашел, кстати, здесь магазин на МК-2. Что еще? Семечек с томатов нарезал. Ну и так отъелся. Вроде больше ничего такого здесь я найти не смог. Блин, до этого же бегал, отъедался, находил здесь фрукты, овощи. Даже мухоморы сушеные видел. А сейчас что-то ни одного нету. Как назло. Только отправляться. Ладно, я хотя бы помидоры нажрался. Спасибо тому человеку, который здесь посадил хоть что-то. Это просто капец. Вы даже не представляете, насколько стремно здесь ходить по лесам. Я просто иду по лесу и вокруг одни зомбари. Обходишь одного, там рядом второй. Обходишь второго, там третий. Хорошо еще никто не сагрился на меня. Здесь хоть, ладно, хоть дом есть. Хоть можно в доме спрятаться или в доме каких-нибудь этих зомбарей закрыть. Но когда ты встречаешь их просто в голом лесу, где некуда бежать. А зомби как бы очень опасные. Ну, как бы стремно немножко, да? Стрелять с пистолета такое себе. Патронов-то мало. Сожрут только так на раз. Жесть просто. Леса здесь нихера не безопасные. Вы посмотрите, какой красивый туман. Какая красивая вообще погода. Офигеть. Я, короче, на помидорной тяге смог добежать уже до района Черногорска. Ну, вот с этими высотками. Нужно сейчас быстренько добежать до своего схрона. Проверить на месте он не на месте. Пропал, не пропал. Украли, не украли. Ну и, может быть, взять оттуда кое-какие плюхи и отправляться дальше. Я вообще, что в Черногорске хочу? Я хочу... Это зомбарь? Или что это такое? У меня бинокль почему-то в сумке лежит. Это весьма неправильное решение. Так как здесь на колесик мышки приблизить нельзя, приходится пользоваться биноклем. Да, это зомбарь. Милицейских машин здесь нету. Вроде бы не видать. Жаль. Вот, я хотел бы сходить в больничку. Сделать себе небольшой запас. Вот еще зомбарь. По медицине я имею в виду. Жратвы набрать. И уже уходить с берега куда-нибудь дальше. Ну, тут вы будете, конечно, зайти на блокпост. Зайти на военку в болотах. Посмотреть, может быть, там можно херзу найти. Но прежде чем куда-то отправляться, нужно найти себе небольшой запас. Потому что без запаса я ходить не хочу. Вот так вот сейчас на данный момент выглядит мой схрон. Не удивляйтесь, что здесь немножко больше, чем было в прошлый раз. Потому что, как я уже говорил, я пытался снимать серию пятую. Несколько раз. Че я тут, короче, нашел? Это вообще кайф. Помидорки-то у нас с вами закончились. Поэтому больше у нас насыщать наш организм нечем. Я, кстати, со схрона забыл показать, что я взял. Зарядил себе полный пистолет. Плюс я, че еще взял? Эту садовую здесь я по пути нашел. Я с собой взял гаечный ключ. И, по-моему, топор. Все остальное было мое. Но это не суть, как важно. Я здесь нашел сейчас для себя очень ценную вещь. Это, мать его, огород. Одно дело огород на сейв-зоне. И совсем другое в открытом мире огород. Это огород с кабачками. Правда, они уже немножко потрепанные. Они уже все гнилые, да? Может быть, нам попадется все-таки какой-нибудь свеженький. Так, кайф. Отлично. Один есть. О, два. Хорошо. Урожай, на самом деле, попадается богатый. Конечно, сырыми овощами много не наешься. Но хотя бы воду они восстанавливают очень хорошо. Здесь ноль. И здесь еще один. Все, кайф. Хорошо. Я себе уже нарезал семян. На всякий случай. Паразапас. Знаете, огороды здесь все-таки это выгодная штука. Потому что, ну, как вы сами видите, сколько у нас кабачков с них упало. Но с одной небольшой оговорочкой. Если вы рассчитываете, как на ваниле здесь развести огород и через пару минут получить урожай, то хренушки вы его не дождетесь. Здесь огород зреет около часа. Но это, знаете, очень грубо, потому что я не ждал. Вот прям вот минуту в минуту. Я ждал где-то минут 15. То есть выходил с сервера, заходил на сервер. Огород ни хера не просветал. А вот через несколько часов он уже был такой спелый. Поэтому огород здесь, конечно, хорошая вещь. Но, опять же, это только запас на будущее. Потому что, я говорю, вот тут целый час растет. Конечно, в реалиях реальных условий за час, ну, камон, это очень быстро. Но в реалиях игры, где ты привык, что огород растет 5-10 минут, как бы час, это очень много. И это круто, на самом деле. Хоть, ну, конечно, мало это реализма добавляет, но больше, чем предлагает ванильная версия игры. Это здорово, на самом деле. Я, короче, сейчас иду в сторону больницы. Я хочу поднять, скажем так, свой защитный уровень медицины, который у меня есть сейчас на данный момент. Никакого почти нет. Хочу, короче, себе найти таблеток про запас. Может быть, какую-нибудь емкость под воду, потому что у меня ее ни одной не осталось. Как вы уже слышали, я пытался записывать пятую серию еще раз. И поэтому я половину своего схрона раздербанил. Плюс принес туда новое что-то. И вот такая вот херня произошла за кадром, к сожалению. Мне пришлось заново все перезаписывать, поэтому имеем то, что имеем. Ладно, давайте будем отправляться в больницу и надеяться, что в этот раз нам больше повезет. Слушайте, а Волгарик-то сделал ноги. Не надо было его, наверное, на запись показывать. Только показал, что хочу собрать... Ну, я сам виноват, конечно. Столько времени я протупил с этой перезаписью, с этими неудачами. Ну, ладно. Не суть, это же не она. Нет, это не она. Блин, ну жалко. Я хотел, конечно, на Волгарике покататься. Но что поделать? Раз угнали, значит угнали. Интересно, в магазине здесь нам никакая больше сельдь не попадется. Я бы сейчас от баночки консервов не отказал. У меня, конечно... Пусто. У меня, конечно, есть кабачки. Но все же лишняя еда, лишней не бывает. Димка тут еще проглот. Поэтому покушать, как бы, для нас всегда в чести. Я всегда этому рад. Иду я такой к больнице и слышу мух. Заглянул в подъезд, а тут труп женщины. Это очень странно. Как говорил один известный человек, мертвая женщина и еще несколько часов женщина. Ну, это, в общем, не относится к нашему выживанию. Я хочу посмотреть, что у нее есть в кармонах на ней. Потому что был плюсик, как вы успели, наверное, заметить, когда я подходил к этому телу. Но вот что интересно. У нее нету ботинок. То есть ее либо кто-то обыскал. Либо она их скинула. Хотя, если бы ее обыскивали, я думаю, еду бы по-любому забрали. Спички можно тоже забрать. И тряпки нам тоже пригодятся. Вот только, правда, нету ботинок. Очень это странно. Знаете, я что думаю? Ее либо загрызли зомбари. Ну, почему она тогда без ботинок? Непонятно. Либо, может быть, какие-то ценные вещи оно собрало в какой-то рюкзак, куртку или что-то еще такое. И где-то здесь скинуло. То есть, таким образом человек пытается как бы перереснуться с более хорошим лутом. Хрен его знает. Сейчас здесь в высотках поищу, посмотрю. Может быть, все-таки его убил какой-то другой человек, а не зомби. Хотя, конечно, ну, сомнительно. Хотя, почему? Зомбарям же ботинки не нужны? Не нужны. А люди могли бы и взять. Обыскал я тут, короче, все дома. Подождал, сидел немножко. Никто не прибежал. Ни кепка новая, ни старая. Никто ничего не хотел здесь забрать. Найти я здесь, к сожалению, ничего толком не нашел. Только вот эту вот модную какую-то трехполосочную кофточку, которая ни хера не греет, но выглядит прикольно. Мы ее, наверное, оставим здесь. Пусть она, скажем так, лежит здесь и не отсвечивает. Не знаю я, почему эта женщина была без ботинок. Для меня это останется тайной навсегда. Но я говорю, скорее всего, просто человек хотел покончить жизнь самоубийством и поэтому скинул где-то ботинки. А сюда побежал зачем? Да хрен его знает. Почему не умер на улице, я тоже не понимаю. Я думал, что этот человек набрал каких-то ценных вещей и сделал здесь какой-то такой мини-схрон, чтобы перереснуться и прибежать сюда за этими вещами. Но, к сожалению, моя теория потерпела крах, потому что я ничего найти не смог. Никто сюда не прибежал. Только одни зомбари по кругу шарятся. Что-то здесь хотят со мной сделать. Ну и не только со мной, со всеми. Но надеюсь, что у них это не получится. Ладно, ничего здесь вроде бы нету. Давайте, наверное, все-таки пойдем в больничку за лекарствами. Посмотрим, как оно там. Возлагаю я, конечно, большие надежды на эту местность. Я хочу набрать прям вот, знаете, запас по медицине по всем фронтам. То есть и от поноса, и от желатухи, и от золотухи, и от всех герпесов-сифилисов, которые только можно получить. Нам с вами нужны и активированный уголь, и тетрациклины, и всякие морфины, кодеины, хирорины, анальгины и прочие-прочие презервативы. Потому что без, как говорится, всего этого можно подхватить всякую заразу. Но пока что что-то в КПП нас встречает одна только фуражка. И это как бы нехорошо. Плюс труп женщины этой рядом здесь, которая лежала. Хрен его знает, что она здесь делала. Тем более без лута. Так, это зомбарь. Хрен с ним, как говорится. Если она пришла сюда помирать, что она не луталась? Не знаю, короче, какая-то странная, не выжившая. Так, две таблетки кодеина. А, у меня нету нихера места, да? Лутальщик хренов пришел. Давайте, наверное, сейчас сожрем яблоко, чтобы кодеин чисто вместить. А там уже, если что-то найдем, то будем жрать кабачки. Потому что кабачки места много занимают. Проку от них в плане еды, воды не так уж сильно и много. Но пусть, как говорится, будут, пока вот есть места. Так, кодеина, дай. Обязательно нужно осмотреть все гаражики. Тетенька только вот этот не смущает. По-любому она нас сейчас услышит. Так, тут что лежит? Тестер, хорошо. Тетя, заходи. А ты где? Я тетю слышу, но я тетю не вижу. Что за херня? Твою мать, ты что, какая дурная. Иногда очень сложно поняться, что творится у ней в голове. Ну, я не про женщин, я про зомбарей, вы не думаете. Ну, давай, заходи. Алло. Мадам. Вот так, другое дело. Аккуратненько. Все, мы ее заселили в однушечку. Пусть она там хозяйничает, устраивается. Цветы, скатерть, все такие херюшки, херюшки. Пусть она все это дело ставит там сама. Мы ей в этом деле помогать не будем. Так, тестер, хорошо, берем. Нам как раз тестеры нужны, чтобы определить, какая группа крови у нас находится в пакетах. Но мы-то с вами знаем, что там такая же кровь, как у меня. Но мне еще и самому нужно определить, какая у меня кровь внутри залита, не только в пакетах. Благо, мы уже с вами нашли пару тестеров. Так, морфин, хорошо. Уже если мы с вами получим там перелом или что-то еще, у нас хоть какая-то будет такая временная защита от шины. На самом деле, я тестер... О, перчатки, кайф. Я на самом деле не знаю, как здесь работает вся эта ванильная медицина, которая там вот эти адреналины, морфины. Какие они тут имеют эффекты, какие они имеют побочки. Я, к сожалению, этого еще не проверял. Ну, время придет. Я думаю, проверим. Опа, адреналин. Слушайте, сегодня по медицине вообще прям шоколадно все. И зомбарей не так уж много. Так, вон там нас поджидают. Так, тестер уже не лезет. У нас вроде были одноразовые тестеры. Давайте маску поменяем. А то маска все-таки одноразовая. Так, это улучшенная. У нас был просто вот набор для определения группы крови. Давайте мы сейчас его заюзаем. Определим, какая у нас с вами кровь. Чтобы уже знать. А вместо этого одноразового положим многоразовый. Так, у нас с вами ноль плюс. Ой, ноль минус точнее. Минусовой резус это не так уж хорошо. Плюсовой резус гораздо лучше. Так, еще одни перчатки. Перчатки бы взять на самом деле. Ветки давайте выкинем пока. Они нам сейчас особо не нужны. Да и плюс достать их можно в любом месте, в любой момент. Так, машинка. Машины тоже нужно осматривать. Потому что рядом с больницей в машинах тоже бывают спауниться какие-нибудь медицинские препараты. Таблетки, шмаблетки, тестеры. Комплекты для переливания. Которые нам, кстати говоря, нужны, чтобы перелить нашу кровь обратно. А то два пакета крови есть. Но я не могу их залить. Потому что у них нету приспособлений подходящих. Поэтому пока что это просто два тупо пакета крови. Которыми я могу разве что измазаться. И на стенках слово какое-нибудь нехорошее написать. И все. Больше она пока что ни для чего не пригодна, к сожалению. Ну в больнице я не знаю. Больше если на втором этаже нихрена нету. То на крышу я идти не знаю. Здесь вот если что на лестнице может какая-нибудь шмоточка заспаунится. Чтобы в ней что-то было. Но тут ни хера нету. На крыше тоже я никогда ничего не находил. Вот не знаю в этом здании еще что-то бывает. Медицинское или нет. Надо будет сакадром спуститься проверить. Что у нас еще остался первый этаж. Давайте сейчас быстренько чекнем. Что там. Может там какого-то врача посадим. Так. Кто-то нас услышал. Димка очень громко топает по лестнице. Много пустых шмоток. Я не думаю, что здесь просто пустые шмотки заспаунились в больнице. Просто уже кто-то их обобрал. Обшмонал. Так. Еще один тестер. Улучшенный. Хорошо. Улучшенного тестера хватает что-то там не 4 раза. Поэтому это гораздо лучше чем одноразовый. Так. Вроде где-то же на нас какая-то зомби этот ходит. Ходячий зомби-медик агрился. Интересно, он сюда прибежит? Не прибежит? Здесь такой хороший кабинет. Можно за столами замансить его спокойненько и закрыть здесь. Ну, что ты? Где ты? Ага. Понял. В засаде сидел. Так. Давай. Заходи. Это будет твой новый дом. Давай-давай-давай-давай. Отличненько. Ну и все. В принципе, больницы ни хрена толком вообще не было. Нужно сейчас еще в округе, в домах пошариться. Посмотреть, что я здесь смогу найти. И уже потихонечку, наверное, отсюда свинчивать. И так, слишком много времени мы с вами провели в этом в Черногорске. Не знаю почему, но вот задержался я здесь очень долго. Конечно, можно обыскивать его весь, потому что лута здесь будет много, но не хочу. Хочу уходить уже куда-нибудь глубже, чтобы находить какую-нибудь, я не знаю... Оп, тетрациклин, хайф. Хорошо. И ори. Хочу уходить куда-нибудь вглубь, чтобы уже находить химзу, чтобы уже вот это вот все, что-нибудь ценное, интересное находить. Сейчас, если я не ошибаюсь, на одном из стримов мы мне подсказали, что вот в Черногорске есть вот такое место с ягодными кустами. Здесь можно много, очень, очень много найти ягод. Это в нашем случае хорошо, потому что они поднимают иммунитет, плюс они восстанавливают воду, калории, это хорошо. Если здесь заморачиваться, обыскивать каждый куст, то ягод будет очень много. И я здесь, когда в прошлый раз бегал, здесь находил их много, но в этот раз нам, смотрите-ка, не повезло. Всего лишь две ягодки мы смогли найти. Это тоже, конечно, хорошо в черте города находить в кустах какие-то ягоды, да? Но хотелось бы, конечно, получше. Знаете, что еще я вспомнил? Вы в комментариях мне писали, что в Черногорске, если вдоль больницы идти, будет еще один магазин, в котором тоже спавнится медицинский препарат. Я не знаю, почему там спавнится медицина, но там так и есть. Там спавнится медицина. Я еще пару таблеток угля нашел без вас. И все, больше в домах мне, к сожалению, ничего не попалось. Я сейчас хочу добежать до того магазина, посмотреть, есть ли там какой-то медицинский лут. И еще у меня стали поврежденные ботинки. Это, на самом деле, не очень хорошо. Потому что чинить у меня их нечем. Сменки у меня никакой нету. Если далеко куда-то идти, то вы сами знаете, что можно в мумию превратиться. Кровь я свою проверил. У меня, представляете, неожиданное совпадение. В пакетах такая же кровь, как и у меня внутри. Вот это поворот, да? Ну, тестер мы с вами так использовали, одноразовый. Вот этот вот магазин я имел в виду. И здесь почему-то в округе спавнятся не только медицинские, скажем так, лут, а еще спавнятся медицинские зомбари. Зомби-медики, так сказать. Почему хрен его знает? Так, вот. Пожалуйста, бинтик, смотрите. То есть не только в магазине, но и в близлежащих домах тоже получается спавнится медицина. Слушайте, а машинка-то текстурная? Не текстурная? Кто-то на ней вкрячился. Интересно, депос уже вызвали? Хочу посмотреть. Может быть в этой машинке что-то есть? Ну, там запчасти, или может быть внутри что-то у кого-то лежит. Давайте вот эту тетю, наверное, закроем, где-нибудь здесь в доме. А то она меня немножко смущает. Так, идем. Тут вот шмотки есть, померяешь их, когда приберешься, а то они лежат не на месте. Так, аккуратненько, аккуратненько. Все, по фэншую, хорошо. Так, кто-то еще согрелся. Ладно, пошлите сначала забежим в магазин. Ух ты, сколько перчаток, ни хера себе. А, это шапочка. Я думал, вторые тоже перчатки. Но нет, это всего лишь шапочка оказалась. Ну ладно, хрен с ним. Одни запасные нашли, и то хорошо. Что нас ждет в магазине? Так, а в магазине нас, видимо, ждет нифига, да? Нет, вот еще один тестер. Охренеть, тестеров мы с вами, конечно, набрали. Можно магазин открывать. Ну и да, все, больше здесь ничего нет. Ну, сами видите, здесь тестер заспавнился, плюс медицинская одежда, в которой тоже могли быть медикаменты, но, к сожалению, их там нету. Ну и плюс вокруг мы с вами смогли найти бинты и прочие такие медицинские вещи. Это весьма странно, но пускай. Давайте подготовим сразу отход, а то я боюсь, что вот этот зомбарь на нас сагрится. Посмотрим, что есть в машинке. Так, ну машинка пустая, а запчасти? А запчастей тоже нихера нет. Кто-то тут в поворот не вписался, вкрячивался в эту арку и бросил машину. Там вон шмотка какая-то лежит. Так, брюки пустые. И еще что-то мне показалось на входе было. Сигареты, партизанка. Я, конечно, не курю, но я хомяк. Поэтому я их возьму. А вдруг пригодятся, а? Надеюсь, по узорам на стенах вы не сможете найти мой схрон. Ну да ладно. Сейчас он выглядит следующим образом. Я взял отсюда топор. Я взял отсюда кувалду себя. Нашел по пути маску, которая будет согревать моё мурло. И вроде бы больше ничего такого не нашел. Ботинок, к сожалению, не нашел. Так вот сейчас выглядит мой инвентарь походный, скажем так. Оба пакета крови я забираю, потому что оставлять смысла его нет. Потому что если мы переродимся, у нас уже будет другая группа крови. Медициной мы с вами неплохо так затарились. А вот таким вот образом сейчас выглядит мой схрон. Мой схрон кровью добытый. К сожалению, жалко, я не могу его застроить никак. Но всё же уже это что-то такое, знаете, весомое. Свои какие-то такие вещи, которые согревают душу патронов. Семян всяких набрали. Но самое ценное, конечно, это гвозди. Я с собой взял удочку и кости в надежде, что оно мне пригодится, что я смогу порыбачить. Я не стал брать с собой семена, потому что, хрен его знает, найду я кирку, не найду. Найду я лопату, не найду. А огород больше сделать у меня ничем не получится. Поэтому вот в таком виде мы сейчас, наверное, оставляем схрон. Мне сейчас нужно отдохнуть, восстановить немножко энергии. Кстати говоря, смотрите, у нас две разных пачки сигарет. Тут меркурий, а у нас была какая-то женщина. Партизанка. Я не знаю, конечно, какой эффект у этих сигарет. Я имею в виду, у разных марок есть ли какой-то разный эффект. Но вот эта вот с женщиной, а та, видимо, с меркурием, раз она называется меркурием. Не знаю, для чего они здесь нужны. Ну, видимо, нервишки успокаивать, да? Ладно, давайте будем отправляться в дальнее путешествие. Ну, естественно же, ближайший военный объект вообще на моем маршруте. Это первая тут КПП, которая находится, ну, посередине, как сказать, между этих высоточных блоков, районов, домов. Ой, этих городов, как хотите их называйте. Здесь буквально три палатки. Я бы очень сильно хотел найти разгрузку. Не найти приключений, не найти зомбарей, людей, а найти разгрузочку. Блин, там зомбарь, тут зомбарь, а. Надо обойти. Тут всего три палатки, но так много зомбарей, это не круто, на самом деле. Нет, это здорово, то, что такие сложности, даже просто зайдя в три палатки, но я боюсь, что здесь, в таком проходном месте, сейчас лука не будет, и опасность будет просто несоизмеримая. Так вот, мне сейчас бы хотелось найти разгрузку, может быть, прессовский жилет, может быть, просто какую-нибудь военную разгрузку. Плюс мне хотелось бы найти какие-нибудь запасные ботинки. Или скормяк, чем черт не шутит, да? Чтобы эти мои свои починить. Было бы неплохо. Самое главное, не потратить всю выносливость до того, как я доберусь до блокпоста этого, потому что там вдруг зомби сагрятся, нам нужно будет залазить на мешки, а выносливости не будет. Вот это будет подстава. Так, аккуратненько. Зомби, потому что могут быть и внутри охранять, скажем так, этот лук ценный, который здесь есть, я чую, что он есть. Нужно внимательно смотреть на каждый ящик, постараться ничего не пропустить, как в прошлый раз. Так, ботинки, слушай, кайф. Кто-то где-то хрипит. Так, камуфляжная сетка. Ее разобрать нельзя? Нет, разобрать ее, к сожалению, нельзя. Я думаю, может быть, ее можно разобрать на сетке и на мишуру, чтобы из нее гили делать. Но нет, к сожалению, ничего из нее делать нельзя. Так, ну ладно, мы зашли. Самое ценное, что мне сейчас было необходимо. Даже не самое ценное, а просто вещь первой необходимости, потому что у меня ботинки уже были драные, а я нашел себе хорошие ботинки. Плюс они теплые, плюс они прочные. Там зомбарь, тут зомбарь. Жесть просто. Да, конечно, не нашли мы ничего такого огнестрельного. Ну да ладно, хрен с ним, найдем еще. Я сейчас хочу здесь в высотках в этих пошариться. В надежде, может быть, найти чей-то схрон, чей-нибудь, я не знаю, сторожку, базу или что-то еще такое. Вдруг, вдруг мне повезет. И я на какой-нибудь, не знаю, марлинчик наткнусь. С каким-нибудь, да с чем угодно. Я всей всякой халяве буду рад. Я еще в эти высотки не ходил. Поэтому не знаю, чего здесь ожидать. Ну и плюс я, как я говорил пару минут назад, мне нужно восстановить энергию. Я сейчас здесь, наверное, пошарюсь. Потом нарублю себе веточек, разведу на какой-нибудь высотке костер и там полежу, восстановлю свою энергию. Но пока давайте, Димке, пожелаем удачи и будем надеяться, что что-нибудь он да и найдет. Не знаю, конечно, что, но может быть. Знаете, 50 на 50. Я нашел кое-что интересное, но чуть-чуть не то, что я хотел. Знаете, что я нашел? Я нашел чужую базу. Я специально постараюсь не показывать вам, в какой это высотке находится, потому что, а быть может, стоит сюда прийти и подобрать этот пароль. Я не знаю, конечно, есть там что или нет, но, блин, прикольно сделанная дверь. Она на замке, конечно, четырехзначном. Это не совсем сильная база в плане защиты от взлома, но это круто в плане того, что, смотрите, какая там прикольная дверь со смотровым окном. Интересно, простреливается это окно или нет, можно ли там гостей отстрелить или нет. Ну и пишите в комментариях, стоит или не стоит заострить свое внимание на этой базе, подобрать пароль, не подобрать пароль. Я не знаю, на самом деле, какие тут правила рейда, нужно почитать про это все дело, а то, мало ли, сейчас пароль подберем, бан получим и пропадем мы нахер. Нет, здорово, базу нашли чужую, кайф. В ясную погоду, конечно, в Чернорусии на верхотуре находить просто кайф. Виды открываются просто, я не знаю, так приятно радующий глаз. Красотища. Конечно, болота ванильные выглядят немножко недостроенными. Ну как немножко, вообще капец как недостроенными. Видимость классная, смотрите, даже деревню видно. Жизни, конечно, не видать. А, вот она вся в поле, вот они все военные. Военные пошли в поле гулять. Вон их там сколько ходит, ни хера себе. Потому что ванильные болота, это такое себе мероприятие. Тут буквально пару палаток, плюс еще вот этот аэроклуб. Ну и пару укрепительных сооруждений этих дотов, дзотов, как хотите их называйте. Хрен его знает, что мы здесь на самом деле найдем. Там вон зомбарь ползает. Вон еще зомбари ходят. Нет, зомбарей, зомбарей полно. Для такого маленького, скажем так, объекта, плюс еще берегового, тут зомбарей очень много. Там вон и ползают, и ходят, и бродят. Только на машинах не ездят. Кто был бы вообще оттаз? Не, ну серьезно, вы смотрите, сколько их там. Охренеть, а. Там зданий столько нет. Сколько зомбарей. Но, что самое приятное, людей не видно. Никто, значит, меня там не будет подсиживать и подстреливать, а то здесь ни газа, ничего нету. Поэтому вполне себе такое люди могут здесь таким позаниматься. Сесть где-нибудь там в палатке с ружьем и сидеть ждать проходящих мимо путников. Я здесь, наверное, сейчас прям прикорну. Я себе пару веточек срубал, чтобы восстановить, скажем так, энергию. А то наш Димка устал. И плюс тут на верхотуре безопасно разводить костер, потому что пока ты будешь спать, ты услышишь, если кто-то будет подниматься по лестнице. У тебя будет время, чтобы открыть глаза, чтобы среагировать. Я тут, кстати, тушеные бобы нашел. По еде вообще кайф. Где у меня спички? Давай, Димка, разводи костер. Сейчас заодно, может быть, сожрем эти бобы. Насытый ты желудок, лучше спать. Конечно, если бы была ночь, мы бы больше восстановили энергии. Но уж есть как есть. Вот они и болото. Это, на самом деле, такой первый, самый крупный военный объект, на который мы с вами в этом сервере еще заходили. И еще заходим. И еще пока что будем заходить. Но все равно я уже немножечко волнуюсь, потому что военка это всегда риск. Потому что тут ходят много военных зомбарей. Плюс тут могут ходить всякие кепочки. Да плюс и залутанные пацаны могут здесь мимо проходить, проезжать, чтобы просто подлутать какие-нибудь, я не знаю, патроны, огнестрелы, обмуднирование или что-то еще. Так, резиновые сапоги. Это уже плохо. Цевье. Ну, пока давай возьмем. Вдруг какой автомат найдем. Мы уже прицепим. Почему плохо резиновые сапоги? Потому что я не думаю, что в военной палатке спавнятся какие-то вот такие вот резиновые ботинки. Скорее всего, здесь были какие-то другие армейские ботинки. И этот человек прибежал сюда в резиновых сапогах, взял себе армейские боты. А резиновые свои скинул на пол. Поэтому мы здесь их с вами и нашли. Это как бы и плохой момент, и хороший. Чем хороший, я не знаю. А тем плохой, что я не знаю, когда этот человек здесь был. Чего он нам оставил, не оставил. Но что поделать. Долго мы здесь с вами тусоваться не будем. Разок пробежимся и все. А здесь вообще нихрена нету, да? Жесть, ладно. Никого не видать. Тут никто не едет, никто не идет. Давайте аккуратненько попробуем слезть. Давай. Ага, да, спасибо, молодец, аккуратно. Сейчас бы еще ногу сломать. И вообще будет кайф. Да, конечно, знаете, недостроенные болота выглядят немножко уныло. Даже без кастомных каких-то построек. Ну, здесь пусто, реально. Такая огромная территория. Почему ее не застроят, я не знаю. Не администрация сервера, а сама богемия. Почему такая большая площадь отдана под пустоту? Не знаю я. Пустоты-то и так хватает. Будем надеяться, что на высотках сейчас никто не сидит с какой-то хорошей оптикой. Потому что мы с вами с биноклем сидели. Видно было весьма хорошо. Если у человека настроенная хорошо рука, стрельба, то, в принципе, я думаю, реально оттуда поснимать людей. Конечно, большой шанс, что ты промажешь. Но все же можно попасть. Так, давай. Мне нужна разгрузка. Так, дымовая граната. Ну, я хер его знаю. Продать, вы сами видели, здесь все это барахло нельзя. Все там через записки, все через договоренности. Поэтому смысла собирать их нет. Но так как я хомяк... Так, курт... О, 42 слота. Но среднее утепление. Это... О. А, фух. Я уже думал, куда провалилось. Давайте возьмем, наверное, нашу телогрейку в руки. Сейчас скинем с нее лут в себя. И плюс саму телогрейку возьмем. Потому что хрен его знает. Вдруг я в этой куртке военной полевой буду замерзать. Кобура тоже возьмем. Пригодится. Найдем ремень. Уже хотя бы сможем туда прицепить кобуру. Плюс можно у нее засунуть пистолет. Если какой-нибудь там амфибию или еще что-то, да? МК-2, который... То он место нам сэкономит, эта кобура. Но если вот мы будем с вами 4-слотовую изжасовать в 6-слотовую кобуру, то это как бы будет немножко идиотизм, да? Ничего мы с вами не экономим. Просто тратим 2 слота. Но если, я говорю, мы найдем с вами какой-то большой пистолет, то уже будет экономия, соответственно. Поэтому пока что возьмем. Вдруг мы сейчас здесь где-нибудь найдем, правда, ремень. Тогда вообще будет кайф по слотам. Экономия хорошая. Я, конечно, не знаю. Вот, правда, я хочу сходить в какую-нибудь загазованную зону, где у нас есть газ, радиация и прочая херня. Но где находятся фильтры для противогаза, я уже определил. Но вот где находится химза, для меня это большой вопрос. Можно, конечно, задать этот вопрос в дискорде, попрашивать у людей, но это будет не так интересно, как определить саму. Самому. Здесь, кстати говоря, мы когда бинокль смотрели, ползал какой-то хрен. Интересно, куда он уполз? А то мало ли, что он сейчас откуда-нибудь из-за угла выползет нам. Пятку откусит. И мы будем с вами от пяточного кровотечения помирать, да? Это как бы нам совсем в планы наши не входит. Блин, ну мне хотя бы разгрузочка нужна. Опа, беретик. Беретик там вряд ли спавнится, значит, там кто-то скинул. Пожалуйста, дым. Лут какой-то есть, но лут на самом такое себе дерьмо. Но это берег, береговая военка. Я не рассчитывал здесь найти топ стволы, кучу патронов. Ну да, берет лежит, его кто-то здесь скинул. Не рассчитывал здесь найти кучу патронов, но хотя бы что-то, хотя бы вот банально. Шмотки, разгрузки, сапоги, шапки, кобура. Ну, возьмем что ли пока. Хотя на кой хрен мне две кобуры? Я одну-то не знаю, куда вешать. А уж две и подавно мне, наверное, не пригодятся. А, еще одна кобура, офигеть. Ну, как я и сказал, все-таки военка такая береговая. Давайте, наверное, одну выкинем. Потому что, ну, на кой хрен мне две кобуры? Я как коввой ходить не буду, поэтому мне хватит и одной. Так, а, о, глушитель. Глушитель на АК. Это хорошо. Осталось только найти АК, патроны, магазины. И уже тогда можно использовать глушитель. Ну, глушитель мы с вами возьмем. Гранаты, наверное, вот всю эту херню я попозже выкину. Но глушитель придется, наверное, оставить. Потому что, ну, мало ли, вдруг пригодится. Или для обмена он нам с вами пригодится другими выжившими. Я сейчас хочу здесь в здании аэроклуба вот этого поискать. Потому что я здесь в свое время тоже когда-то находил разгрузки. Вдруг повезет. Итак, подлутал я оставшуюся часть военки. Ни хрена толком не нашел. Вот только еще один прицел. Телогрейку давайте мы, наверное, выкинем. Потому что я вроде как не замерзаю. Это хорошо. Всякие такие вот вещи я даже не знаю. На самом деле, может быть, и стоит выкинуть. Ну, кубру пока оставлю. Почему? Я уже вам объяснял. Глушитель я тоже оставлю. Вот это вот цевьё я выкину. Потому что хрен его знает, когда я смогу найти себе эту МП-5. Дым я вот на самом деле не знаю. Выкинуть, оставить. Мало шансов, что он мне понадобится. И хрен его знает. Ну, пока оставим, пока есть лоты. Я, кстати, забыл сказать. Я нашел себе балаклау с открытым едальным отверстием. Поэтому теперь едалище наше свободно. И мы можем кушать, не снимая маски. Это хорошо. Давайте, наверное, на этом будем эту серию заканчивать. Итак, мы с вами много мест посетили. Много чего повидали. Много где побывали. Это всё хорошо. Это всё приятно. Давайте будем на этом заканчивать. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Редхар. Надеюсь, скоро увидимся. Всем пока. Не болейте.